Ага, ну все. Добрый день, дорогие друзья. Мы приветствуем. Думаю, что сегодня все у нас будет хорошо, все отлично. Презентация вроде как листается. Третья попытка. Представляешь, Лен, какие мы упорные. Но я думаю, эту тему просто нельзя было пропустить, потому что от нее так много зависит вообще-то. Это здоровье наше прежде всего зависит. Подумаешь, там что-то съел не то или не так, а здоровье зависит вообще напрямую. Поэтому представляю Елену. Елена нам расскажет именно, какие у нас затыки сидят в голове и которые мешают нам полноценно смотреть на еду. Ну, знаете, как... То есть еда – это же просто энергия. Когда мы воспринимаем ее, когда это... Нет, я понимаю, что еда должна приносить удовольствие, да? Но когда кроме еды нет никаких удовольствий, может быть, вот тогда в этом и начинается причина. Когда мы все удовольствия только на еду переносим, вот тогда все и происходит. Лен, давай, поделись с нами. В целом, Лен, приветствую. Да, сегодня мы поговорим про тему, которая связана с нашими отношениями с едой. В начале я хочу немножко несколько слов сказать про аллергии, потому что мы про это тоже еще не говорили, но это тоже встречается. Такая тема, как пищевые аллергии. И в этом случае важно работать... Я сразу не буду... Мы на предыдущих встречах поговорили много вообще про пищеварительную систему, поэтому сегодня сразу к теме, да, к тому, с чем работать. Вообще, аллергия у нас, конечно, встречается не только в отношении пищи, в отношении многих вещей, но мы будем говорить непосредственно про именно пищевую аллергию, затронем немножко эту тему. Потом уже поговорим про такие темы, как анорексия, булемия и вообще какие-то нарушения пищевые именно отношения с едой. Если говорить про аллергию, то аллергия, как она вообще, какая ее схема возникновения? Это момент, когда в теле вырабатываются некие белки, их называют антигены, и по идее они призваны уничтожать какие-то вредные, токсичные моменты, которые могут попасть к нам в тело. Но в какой-то момент эти, то есть тело как будто бы ломается какой-то там механизм, и начинают вырабатываться вот эти антигены, эти белки, которые, то есть это в принципе аллергия, это реакция иммунной системы тоже. Мы про иммунитет говорили на одной из первых встреч, но аллергия это тоже как результат работы иммунной системы. И вот в какой-то момент иммунная система решает, что обычное вещество, которое попадает к ней в организм, она его начинает воспринимать как врага. То есть это может быть, например, апельсин, да, то есть какое-то вещество в апельсине, например, витамин С или ещё какое-то вещество, которое начинает вдруг восприниматься телом как враг. И тело начинает вырабатывать вот эти антигены для того, чтобы этого врага уничтожить. И иногда эта реакция может быть очень сильной, вплоть даже до таких приступов асексии, отёка квинки, то есть это уже то, что угрожает жизни. Это не только то, что просто приносит какой-то дискомфорт в теле, как там зуд, как какие-то отёки, ещё что-то, крапивница, да, это может быть вплоть до смертельных таких реакций. И есть ещё аллергия, сейчас очень часто встречается, которая не всегда явно проявлена и выявлена, например, аллергия на глютен. А глютен – это, в принципе, содержание, то, что содержится в пшенице. А у нас в нашем повседневном рационе, я думаю, что очень много блюд, где содержится пшеница. То есть это всё, все хлебобулочные, в принципе, изделия. Это и каши какие-то. Ну, то есть он встречается очень много где. И на него начинается тоже реакция. И, естественно, это понижает, можно сказать, уровень жизни, это предоставляет дискомфорт. И в этом случае очень часто, если работать как раз с темой психосоматики, то я бы сказала, что это вопросы из прошлых жизней. Очень часто, не всегда, но очень часто. Пищевая аллергия – это вопросы из прошлых жизней. Сейчас сразу приведу такой пример, как это может работать. Это просто примеры, я не говорю, что это всегда вот так, но это как один из моментов. Например, обратилась ко мне женщина с аллергией на определенный тоже вид продуктов. Он у неё в какой-то момент включился. Мы начали смотреть, и в итоге мы ушли с ней как раз в тему прошлой жизни, когда… Я понимаю, что в это не все верят, можно в это не верить, это можно рассматривать с другой точки зрения. Я уже говорила, что если вы не верите в прошлые жизни, то это можно просто рассматривать как некую коллективную память, потому что всё вокруг нас, это всё пространство, оно содержит в себе память. То есть всё пространство вокруг нас, оно является энергией, а энергия, она содержит память. То есть клетки вашего тела, они помнят какие-то вещи, которые происходили с вами ещё в момент зачатия, потому что они… То есть в момент зачатия, в момент того, когда плод развивался, клетки уже какую-то информацию запоминали, и она до сих пор у вас присутствует. Но опять же, так как это энергия, энергию можно поменять легко на самом деле. Важно просто осознать, где в какой момент, в связи с чем возникло такое воспоминание, такое решение, и тогда это, осознав это, можно это поменять, выбрать по-другому, принять другое решение. И мы с этой женщиной начали выяснять, смотреть, вот как раз на мускульном… То есть есть в тета-хилинге ещё такое понятие, как мускульный тет, когда можно протестировать именно на уровне тела, посмотреть, где на каком уровне лежит проблема, лежит вопрос. И путём мускульного теста мы выяснили, что это как раз вопрос её прошлой жизни или коллективного сознания. Я говорю, если вы не верите в прошлой жизни, можно сказать, что это просто коллективное сознание, то есть какая-то информация из пространства, которая есть в её пространстве. И мы пошли с ней в эту ситуацию, и там был такой момент, что понятно, что в прошлой жизни, когда мы говорим о прошлых жизнях, очень часто людям хочется думать, что они, может быть, даже если они верят в прошлые жизни, что они в прошлых жизнях были, например, Креопатрой, Наполеоном, ещё кем-то, но у многих есть и такие какие-то воспоминания, об этом я могу отдельно ещё тоже поговорить как-нибудь, если вам это интересно, потому что это очень интересная тоже большая тема. Но, в общем, она в прошлой жизни была рабом. Ну, было такое переживание, одна из прошлых жизней, да, и это ничего не говорит о ней в настоящем. Это был просто опыт такой, который ей необходимо было пройти. Так вот, и мы, когда начали смотреть, что там было связано с этим видом питания, оказалось, что её там этим кормили, да, то есть вот она раб, и у неё, естественно, нет особо выбора в ассортименте, что там есть, и чаще всего её кормили именно вот этой едой. И у неё уже к этой еде выработалась такая ненависть, потому что она была связана вот с этим её состоянием в общем, да, что с ней происходило, что в этой жизни в определённый момент, когда она тоже почувствовала себя как будто бы в рабстве, да, то есть это не фактическое было рабство, но это была ситуация, в которой она почувствовала себя вот лишённой выбора как раб. Ну, ситуация была связана с работой, она прямо так и сказала, что я чувствую себя там здесь рабом. И в этот момент у неё включилась вот эта память по цепочке, как триггер с работой, что ещё и включилась, и вот эта ненависть к этой еде, и тело начало, чтобы обратить внимание вот на эту ситуацию, на то, что ей надо проработать вот эти чувства, эти решения, этот опыт, поменять его, включилась ещё и через тело вот эта реакция, потому что так бы она, может быть, не обращала особо внимания на эти чувства, да, на то, что у неё происходит в этой ситуации, просто бы жила и смирилась там как-то, как это очень часто происходит, терпела бы, но когда уже тело включилось, ей пришлось что-то с этим делать. И вот мы вот эту всю ситуацию с ней разобрали, поменяли, посмотрели, исцелили, и пищевая аллергия у неё на этот продукт тоже прошла. Да, это как один из примеров. То есть, я сейчас скажу, какие, например, есть в коллективном сознании, опять же, убеждения, которые тоже могут у вас включаться. Может быть, вам об этом говорили ваши там бабушки, дедушки, в семье такое есть, просто где-то вы слышали, просто в вашем коллективном сознании это витает. То есть, что значит витает в коллективном сознании? Это значит то, что среда, в которой вы выросли, или в которой вы общаетесь, в это верит. И вы, подключаясь к этому коллективному сознанию, потому что мы все, как люди, привыкли считать себя частью какого-то коллектива, нам это очень важно. Но когда мы подключаемся к этому какому-то коллективу, мы очень часто оттуда берём и те убеждения, которые есть у этого коллектива. И, например, если всё коллективное сознание по отношению к еде какой-то определённый, имеет какое-то убеждение, то потом сам этот продукт, уже сама эта еда начинает тоже наполняться мыслями людей, энергии, которые они в неё вкладывают. И она начинает вот таким образом воздействовать на самих опять же людей. То есть такой взаимный обмен идёт. То есть люди думают что-то как коллективное сознание, про, например, определённый вид еды, они таким образом в эту еду закладывают вот эту энергию. На самом деле с деньгами тоже так же работает и вообще со многими вещами. А потом этот же продукт, он начинает на людей таким же образом и влиять. То есть, например, есть в коллективном такое убеждение, что хлеб для бедных. Может быть такое убеждение, что, например, или лук и чеснок для бедных. Потому что, например, во Франции сейчас, конечно, луковый суп это подают в ресторанах, но изначально луковый суп, например, это была еда для бедных. То есть когда у них нечего было есть, они просто вот там варили бульон с этим луком, какие-то гренки добавляли, немножко сыра, и вот этот суп ели. То есть и вот таких моментов, связанных с едой, у нас тоже очень много. То есть это я привела пример там французской кухни, но такое есть и во всех странах. У любого народа есть какие-то свои убеждения по поводу какой-то определенной еды, что она или хорошая, или нехорошая, или для бедных, или для богатых наоборот. А на самом деле это просто еда. И, соответственно, когда мы говорим про пищевую аллергию, важно тоже смотреть убеждения, которые у нас связаны с этой едой, на которую у нас аллергия. На самом деле можно даже на мускульном тесте, вот тот тест, про который я сказала, даже выяснить без тестов на аллергию у врача, можно, в принципе, выяснить, на что у человека аллергия. Это тоже работает. Ну и, соответственно, еще важно смотреть вообще, какие у нас в общем эмоции вокруг еды. Это то, что касается пищевой аллергии. То есть важно работать с аллергеном, смотреть, какое отношение у человека к этому аллергену, что он про него думает. Но опять же тут вопрос в том, что на уровне сознания может быть другая информация, то есть на уровне сознания человек может думать про эту еду, что что-то одно, но его предки верили по отношению к этой идее, что это что-то другое. Вспомнила еще один пример. То есть еще был, например, такой пример из практики, что у человека мы нашли программу у предков, то есть на генетическом уровне, что его предки верили в то, что эта еда, она только для богов. То есть она была предназначена для... Вот раньше же были там жертвоприношения, то есть когда какой-то определенный вид продукта предназначался только как будто бы для божества, и люди его даже, например, есть не могли. И он, когда себе позволял это есть, он как будто бы нарушал этот, скажем так, вот это предписание, и у него на эту еду тоже начиналась реакция. Ну или в определенных ситуациях именно. Поэтому мы на сознательном уровне можем хотеть эту еду или считать, что все едят, и я могу есть, но у меня, например, почему-то на нее начинается какая-то реакция. И очень часто это вопрос не только физического состояния, а вопрос еще состояния нашего подсознания, того, что есть в нашем подсознании по поводу этой еды, по поводу того, как наше подсознание, что наше подсознание верит, думает по поводу этой еды. То есть в нашем подсознании, как мы уже говорили, это и опыт наших предков, нашего коллективного сознания, наших прошлых воплощений. Это то, что касалось аллергии. Я про это, на самом деле, могу намного больше говорить, но у нас ещё есть тема другая, поэтому про аллергию на этом закончим и перейдём именно к отношениям с ИТО. Они, конечно, связаны, но ещё есть... Я сейчас проговорю сначала, наверное, про именно такие критические состояния, как анорексия, булимия. Но потом мы поговорим просто про нашу тему, про то, какие у нас в обществе отношения с едой. Булимия – это нарушение пищевого поведения, связанного с тем, что у человека очень критическое восприятие своего тела, очень предвзятое и чаще всего искажённое, когда человек постоянно недоволен собой, и это приводит к тому, что человек наедается, срывается на еду, но потом он идёт и опорожняет свой желудок, то есть путём того, что там два пальца в рот и вырвать всё обратно, да, то есть то, что съел. Потому что очень сильно как раз недовольство собой и страх поправиться, страх еды. В этом случае, если говорить про такой уровень энергетический, эмоциональный, психический, то, что идёт в этом случае у человека. В этом случае у человека идёт очень сильный террор по отношению к себе. И такое чаще всего начинается в подростковом возрасте, когда происходит как раз гормональная такая перестройка. Начинается такое именно... Вопрос ещё в том, что там начинают очень сильно играть, что называется, сексуальные гормоны, которые отвечают за сексуальность. Но если у человека подавлена сексуальность, и очень часто это происходит в семьях, где такая очень властная, сильная, контролирующая мать. Булимия встречается и у мужчин, и у женщин, но у женщин это чаще встречается. И вот в семьях, где у девочки очень сильная, контролирующая такая, авторитарная мать, которая контролирует все её процессы, всю её жизнь, или большую часть, то у ребёнка, у человека, у подростка, у него создаётся ощущение, что его жизнь ему не принадлежит. И тогда вот этот момент с питанием, это как будто бы у него остаётся единственное место, где он может хоть что-то контролировать сам, где он может хоть что-то решать сам за себя. Поэтому, если у подростка вот такое нарушение пищевого поведения, я бы рекомендовала работать ещё и с родителями. То есть не только его приводить к врачам, сделать с ним что-нибудь, он вот там не ест, или он вот такое делает, вырывает, а важно ещё работать с отношениями с родителями. И, кстати, вопрос ещё в том, что люди с таким нарушением пищевого поведения очень часто это искусно скрывают. То есть очень часто окружающие даже не догадываются, что у них с ними происходит, и пока это не перерастает в нарушение здоровья, потому что если постоянно человек так делает, то у него начинаются проблемы с волосами, с ногтями, с кожей, и потом булемия может перерасти вообще в анорексию, когда человек вообще просто отказывается от еды. Там также, вот я говорю, я уже сказала про контроль, но также ещё при булемии ненависть к себе, к своему телу, и наоборот, обратная программа желания совершенства. То есть, с одной стороны, я себя ненавижу, своего тела, с другой стороны, я стремлюсь к какому-то недостижимому совершенству. В этом случае человеку очень важна поддержка от других, потому что он её очень часто не умеет поднимать, поэтому я говорю, то есть такие люди очень часто скрывают это от окружающих, не рассказывают, не делятся, и порой это не сразу можно заметить, что у человека такое происходит. Анорексия, как я уже сказала, это такая следующая стадия, вообще в принципе анорексия и булемия, они даже классифицируются как такое серьёзное заболевание психоневрологическое, то есть, что человеку необходима помощь специалиста заставить. Но вот что я хочу сказать ещё, что человеку, у которого анорексия, его заставить бывает невозможно, то есть невозможно бывает заставить есть, невозможно бывает заставить лечиться от этого, делать что-то с этим. То есть тут очень важно, как, знаете, как вот у людей зависимых, тут очень важно само внутреннее решение человека, когда человек сам решает, сам приходит вот к тому, что он хочет что-то поменять. потому что если человек сам не решил, если его привели, притащили родственники, я, например, с таким человеком даже работать не буду, если у человека у самого нет желания, потому что я понимаю, что это, как бы ты с ним не работал, это будет бессмысленно, в принципе. Но, например, что можно поделать ещё в этом случае в отношении булимии? Это как раз касается продукции сибирского здоровья. Ирина про продукцию саму позже расскажет, но я хочу сказать такой момент, что как раз у человека, у которого, например, приступы булимии, ему может помочь или анорексия в применении как раз вместо еды питательных коктейлей. Потому что так как это не еда плотная, это жидкая еда, то, скорее всего, человек, когда выпивает коктейль, ему после этого не захочется пойти и вырвать. Но при этом коктейль может включать в себя все необходимые там витамины, аминокислоты, белки, то есть минералы какие-то. Потому что я уже сказала, что у таких людей начинает страдать всё тело, потому что оно просто не получает необходимых питательных веществ, необходимого материала для поддержания жизни, для строения, для волос, для ногтей, для кожи, для всего прочего. И ещё у людей, у которых в таком состоянии, как анорексия, булимия, у них очень часто недостаток именно двух минералов цинка и магния. И, опять же, если есть какие-то вопросы с нервной системой, вот с таким напряжением в нервной системе, то магний, опять же, тут и цинк очень тоже могут помочь. Но Ирина потом расскажет ещё про именно про продукцию, которую можно давать, про вот коктейли питательные. если у человека ожирение, то есть чрезмерный именно избыточный вес, тут важно понимать, потому что есть избыточный вес, а есть ожирение. То есть избыточный вес, это когда просто человек весит, например, больше, скажем, каких-то стандартов, но опять же, тут видите, такой момент, что у нас стандарты не учитывают индивидуальное, как правило, строение человека. Мы, как правило, привыкли себя с этими стандартами сравнивать, но для кого-то, например, этот вес при его росте может быть избыточным, чрезмерно избыточным, а для кого-то нет, потому что у нас у всех на самом деле, хоть это есть такая шутка типа про широкую кость, но на самом деле у людей кость, действительно, кости, костный, сам каркас может быть разным по размеру и по весу, плюс мышечный каркас. Поэтому вопрос в том, что если у человека, например, у одного и того, вернее, у одного и того, у кого-то это может быть избыточным весом при одном и том же росте и весе, а у кого-то это может не быть избыточным весом, потому что у человека более плотный и костный каркас, и мышечный. То есть тут тоже есть индивидуальные нюансы, поэтому я всегда говорю, что не надо себя ни с кем сравнивать. Смотрите, как это для вас. А ожирение – это когда именно у человека есть избыточное количество именно жировой ткани. И в этом случае... То есть и человек, как что называется, понюхал печеньку плюс 3 килограмма. То есть когда человек даже может и соблюдать режим, и физически хорошо двигаться, но при этом всё равно ему сложно именно... Я не хочу говорить потерять или похудеть, потому что эти слова для нашего подсознания тоже не совсем корректны. А именно снизить, например, количество жировой ткани в организме. В этом случае у человека присутствуют такие эмоции, чувства, как горе, стыд. Это очень связано... У женщин особенно вот эта жировая ткань излишняя, она прям очень часто, очень часто, я не говорю в 100% случаев, но очень часто она связана с темой стыда за своё тело, стыда за свою сексуальность и страх и насилие. То есть, как показывает практика, женщины, которые пережили сексуальное насилие, чаще всего как раз будут иметь такую защитную жировую прослойку и набирать её очень часто вокруг, опять же, например, определённых зон. То есть сверху может быть стройно, а, например, внизу, да, вот это вот, то, что называется фигура груши, это на самом деле как раз как один из таких психосоматических показателей того, что было сексуальное насилие или есть страх сексуального насилия. То есть стыд вообще за сексуальность, то есть, видите, у нас тема оживления на самом деле перекликается с темой, мы ещё про неё не говорили, про половые органы, но мы будем про это говорить, но это уже такая отсылка туда, и я уже говорила, да, про то, что в пищеварительной системе как раз тоже тема насилия складывается, то есть она капсулируется там и влияет потом на то, как работает пищеварительная система. Также ещё это говорит о том, что у человека ощущение уязвимости, то есть он чувствует себя уязвимым, и он боится себя проявлять, боится проявлять себя, свои чувства, и он таким образом через, ну, то есть это касается и мужчин, и женщин, что жировая – это прослойка, как будто бы защищает меня от остального мира, чтобы никто не увидел, какой я, потому что уже когда-то увидели, какой я, и что-то там не пошло, то есть или осудили, или воспользовались, или ещё как-то было что-то, когда я проявлялся такой, какой я или какая я. И что, чем я больше, тем, соответственно, до меня сложнее добраться, тем я лучше защищён, тем я в большей безопасности. То есть это связано с темой безопасности в том числе. Ну, там на самом деле очень много может быть моментов, и там такой кладезь того, с чем можно поработать, и что можно осознать, и что можно исцелить, если начать работать с этой темой на уровне психосоматики. Но это я назвала только одни из основных причин. И что ещё с нашей темой еды? Как уже сказала Ирина вначале, что еда – это просто энергия. На самом деле это так, что еда – это просто энергия. Конечно, хорошо, когда нам еда приносит удовольствие, когда мы едим и осознаём, что мы едим. И когда мы едим, получая удовольствие, ощущая вкус еды, настоящий вкус. Но у нас это очень часто искажено, искажено именно сам процесс принятия пищи. Потому что, если вы посмотрите, то современная тенденция такова, что большинство людей едят одновременно, читая, просматривая интернет, за просмотром фильма, за разговором, за столом. Но в этот момент человек на самом деле не осознаёт ни вкуса еды, ни её консистенции, ни её каких-то ещё качеств. Еда происходит автоматически. Я хочу сказать, что если вы, например, привыкли ребёнка кормить за просмотром мультиков, то лучше это всё-таки перестать делать, потому что это не здоровая привычка. Я понимаю, для чего родители это делают, потому что у меня есть такие примеры рядом, вокруг, что родители говорят. Понятно, что это их выбор, я могу сказать об этом, но человек сам решает, что ему с этим делать. Но родители это делают для того, чтобы, типа, ребёнок тогда, если он смотрит мультик, в него можно больше впихнуть, он тогда хоть поест, потому что иначе он без мультика не ест. Но вопрос в том, что тогда у ребёнка теряется связь с телом, теряется понимание того, а что мне на самом деле нужно. Я сейчас расскажу вам про один... И у нас это вообще в коллективном очень сильно на эту тему много искажений. В том плане, что вас, скорее всего, кормили по расписанию в детстве. То есть когда вы ещё... Сейчас уже от этого отошли, сейчас уже врачи говорят, что ребёнка, ну я имею в виду, пока ребёнок даже на грудном вскармливании, ещё до полутора, до двух лет, пока он сам не ест обычную такую еду, врачи раньше говорили, что надо ребёнка кормить по расписанию. И очень часто все этого придерживались и считали, что так правильно. Но когда ребёнка кормят по расписанию, опять же, ребёнок может быть ещё не голоден, но если ему, например, суют соску или титю, он будет автоматически всё равно это брать, потому что так заложена природа, что если есть еда, надо есть, но чаще всего, не всегда. Но если это постоянно происходит, то есть когда ребёнок на самом деле хочет есть, он не получает еду, а когда он не хочет есть, он ещё не голоден, но ему дают еду, у него будет включаться вот этот момент, что раз, когда я хочу, я не могу получить еду, надо брать тогда, пока есть, пока еда есть. Если вы посмотрите, у многих взрослых это действует сейчас, уже в взрослом состоянии, когда человек вроде бы не хочет есть, но он ест, потому что типа, а вдруг потом не будет, потом не достанется, не останется и так далее. Но это же иллюзия, то есть сейчас у нас такое изобилие еды, что по сути мы действительно можем есть не тогда, когда она есть, а тогда, когда я хочу есть. Но мы в большей части не умеем ощущать и осознавать момент, когда я на самом деле голоден, когда я на самом деле хочу есть. И очень часто у нас еда это вот либо, о, сейчас есть, надо съесть, потом не будет. Причём это даже неосознанно. Но если вы начнёте отслеживать вот эти свои моменты, вы их увидите. Либо, да, вот как раз мы не привыкли очень часто пить, и поэтому мы чувствуем, а центр голода и центр жажда, они в головном мозге находятся близко. И когда идёт сигнал, можно его перепутать, и чаще всего так и происходит. И поэтому если, мы всегда говорим о том, что важен питьевой режим, если вы будете достаточно пить, то это уже снизит вашу потребность в еде. Да, есть такое правило тоже, что хочешь поесть, попей сначала, да, может быть, на самом деле это ты пить хочешь, а не есть. Это тоже как один из вариантов. Другой момент, что у нас есть понятие о том, какая еда правильная. И мы стараемся, да, себя накормить, или ребёнка накормить, или нас так приучали, вот, поесть правильную еду. Но, и причём, представляете, да, то есть нас воспитывали как машины. В определённое время, определённое количество, определённый вид еды, всё, типа, вот, ты должен съесть. Если ты не съел, всё, паника. У родителей паника. А, ребёнок ничего не ест. Или, а, ребёнок ест, там, надо есть суп, а он, там, например, ест кашу или макароны. Да? Вот макароны он всегда готов есть, да, там, а суп он не хочет есть. У родителей паника. Или, там, хочешь фрукт, съешь сначала кашу. И вот это вот всё приводит, и когда ребёнок, ещё раз говорю, не получает то, что ему надо, когда ему надо. Вопрос про конфеты, я понимаю, что у вас сейчас возник вопрос, да, типа, а ему, если так давать, он всё время будет только есть конфеты. Вопрос в том, что конфет, по идее, до определённого возраста вообще ребёнок не должен получать. Но если вы их сами едите, если у вас на столе они есть, конечно, ребёнок тоже будет их хотеть. Просто в ваших привычках, а не в его привычках. Потому что, если у вас таких привычек нет, то я, например, до определённого возраста не знала, что такое конфеты, потому что моя мама их не ела, и у нас дома их не было. Ну, к счастью, у меня мама не особая любительница сладкого. А конфетам меня приучили бабушки, которые втихаря от мамы, типа, побаловать, да, начали мне давать. Естественно, ребёнку сладкое, если дать, конечно, это сладкое сахар, оно как вызывает, по сути, зависимость, как некий наркотик. Да, вы если почитаете исследование о том, что такое сахар, вы это убедитесь, я сейчас не буду про это рассказывать, но можете сами найти там в интернете, полно сейчас информации на эту тему. Поэтому вопрос в том, какие привычки в семье, и если у вас не будет дома конфеты, вы их сами не будете есть, то ребёнку их не надо будет, он будет к ним равнодушен, как была, например, я до определённого возраста. Да, или у меня мама до сих пор к сладкому достаточно равнодушна, просто потому что с детства вот как раз не было такой привычки. Ну, у неё в детстве не было такой привычки, потому что тогда просто этого не было. Ну, а у меня не было такой привычки, потому что у неё не было такой привычки. Я хочу рассказать сейчас про одно исследование. Есть такое понятие – интуитивное питание. И В его рамках, скажем так, было проведено одно исследование, оно на самом деле было проведено достаточно давно. Это про детей, про их питание. Тоже, если интересно, потом можете найти в интернете, или я могу найти вам ссылку, прислать, если напишите мне. Когда оно, по-моему, было проведено, скорее всего, ну ладно, мне сейчас точно не помню, в какой стране, но не в России. В общем, там что сделали? Там взяли детей разного возраста, большое количество детей и вели их пищевые дневники. То есть их исследовали на протяжении нескольких лет, как они росли, их пищевые привычки. И вели пищевой дневник, записывали, что и сколько они ели. И дети были разного возраста, от практически грудничков до какого-то там скольки-то лет. И их кормили каким образом? Их не кормили по часам, но у них была в доступе всегда разная еда, исключая, конечно, какие-то полуфабрикаты и такие как раз сладости. Но, например, фрукты, овощи, какие-то каши, цельнозерновые, злаки, яйца и так далее. Это причем было все не соленое. То есть соль была отдельно. Если им надо было, они могли сами посолить. Ну, то есть если это были маленькие дети, то их кормили нянечки, но кормили их каким образом? Им никогда не давали сверх меры. Им давали только тогда, когда они к чему-то тянулись, к какой-то еде. Если они не хотели эту еду, им не впихивали. Они говорили еще ложечку за маму, еще ложечку за папу. То есть ребенок пока ест, ест, перестал есть все. Потянулся еще за чем-то, ему давали. И что выяснили в ходе этого исследования? Что у детей потребление пищи неравномерное. То есть в какой-то день ребенок может съесть одно яблоко, например, и кусочек хлеба, и этим нацититься. А в какой-то день он может очень хорошо и плотно наесться, съесть и кусок мяса, и яйцо, и зелень, и еще что-то. То есть в разные дни неравномерное. Нет такого, что каждый день ребенок съедает определенное количество. Это первое. Второе, опять же, что дети в таких условиях ели тогда, когда они действительно хотят. Не тогда, когда время обедет, ужин по расписанию, а когда он чувствует голод. И это может произойти так, что он может утром поесть плотно, а потом в течение дня ничего не есть. Или может в течение дня ничего не есть, и потом пойти на ночь наесться. Но это происходит тогда, когда он действительно чувствует голод, а не когда его заставляют есть, потому что время обеда. И самое интересное, что в результате этого эксперимента вот дети, которые питались в таком режиме, они не выявили никаких отклонений. То есть у них их развитие шло очень, скажем так, на хорошем уровне, естественно. Они очень мало болели, в том числе какими-то простудными, респираторными, вирусными заболеваниями. И даже если они заболевали, их просто отделяли, но продолжали кормить в таком же режиме. И они очень быстро восстанавливались. То есть у них не было таких сильных кризисов, кризов болезненных. И они очень быстро восстанавливались, выходили из этого. То есть их здоровье на самом деле в таком режиме питания было намного лучше, чем у их сверстников, которых кормили по режиму, по расписанию, определенной едой и так далее. То есть такие дети вырастали более здоровыми как эмоционально, так и физически. И вы наверняка все, кто из советского, постсоветского пространства, сталкивались еще с такой темой, когда заставляли либо есть определенную еду, либо заставляли доедать. Потому что я сама с таким столкнулась, когда было очень сильное давление в отношении того, что нужно все доесть. Вот что у тебя на тарелке? Нужно все доесть. Было такое общество чистых тарелок, когда говорили, что если ты доел, ты молодец, а если ты не доел, тебя не возьмут в общество чистых тарелок. А я уже говорила вначале, что человеку очень важно чувствовать свою принадлежность к какому-то обществу. И если тебе говорят, что тебя в какое-то общество не возьмут, для нашего, особенно для ребенка, это звучит очень пугающе, потому что для него это звучит, как что он станет каким-то изгоем. Помните, в школе была такая у многих тема, когда, если ты, например, сделал что-то не то, что хотело большинство, тебя могли бы и котировать. И это было для многих очень страшным. Я с таким не сталкиваюсь, я не про себя говорю, я говорю в общем. Я знаю, что такое есть или было. И я поэтому говорю, что для ребенка вот такие моменты очень страшны. Я знаю, опять же, людей, у меня есть коллеги, есть клиенты, у которых большие очень вопросы с отношением к себе, просто потому что в детстве его, то есть человека очень сильно прессовали по поводу еды, по поводу того, как он ест или не ест. Вплоть до того, что закрывали в комнате с тарелкой еды, пока не съешь, не выйдешь отсюда. Но это же насилие, это чистой воды насилие. И если вы, сейчас я хочу такой момент сказать, если вы такое делали по отношению к детям своим, пожалуйста, себя не вините. Вы просто не знали, что можно по-другому. Это не говорит о том, что вы плохая мама или плохой родитель, или плохая бабушка. Вы делали то, что вы считали нужным на тот момент. Понятно, что вы делали это из самых лучших намерений и побуждений, потому что вы просто не знали как, потому что вас тоже, скорее всего, так воспитывали. Поэтому сейчас себя погружать в пучину вины по поводу этого не нужно. Вопрос в том, что если мы сейчас это осознаем, то мы сейчас для себя в своей жизни и со своими окружающими, со своими близкими можем начать делать по-другому. То есть не перестать из еды делать культ. Перестать из еды делать вот такое вот что-то, да, чрезмерно важное. Да, еда важна, конечно. Но важна именно тогда, когда вам это надо. То есть это самое лучшее и самое правильное. Когда вы не хватаете всё подряд, потому что у вас опять чувство вины, чувство пустоты, да, это ещё одна тема, что очень часто мы едим как раз, вот как Ирина сказала, что когда только через еду мы получаем удовольствие, когда других удовольствий мы себе не позволяем, когда… Ещё есть такой момент, да, что отношения с едой нарушены часто, потому что мы едой себя успокаиваем. Опять же, как у многих могло быть в детстве, начиная даже с раннего возраста. Плачешь, тебе плохо, на тебе соску. Но соска – это движение, которое имитирует еду. Соответственно, если я постоянно с детства привык себя успокаивать движением, которое имитирует, что я ем, я привыкаю, что мне, чтобы успокоиться, нужно что-то в рот положить. Но если я это начинаю осознавать, то тогда в те моменты, когда я хочу есть, я могу остановиться и спросить себя, я действительно сейчас хочу есть или у меня какая-то сейчас эмоция, которую я вместо того, чтобы побыть с ней, разрешить её, почувствовать её, прожить её, я хочу сейчас её заглушить едой. А ещё есть такое, да, я слышала тоже от клиентов, что мало того, что им соску давали, так ещё соску обмакивали в сахар или в варенье. Да, то есть такое ещё приучение к сладкому, к тому, чтобы заглушать это всё сладким. Или, например, да, что-то у тебя происходит, ты плачешь, а тебе как раз, например, добрая бабушка или мама или ещё кто-то говорит, ладно, не плачь, на тебе конфетку. То есть вместо того, чтобы дать нам прожить эти эмоции, нас как будто бы подкупали, да, то есть как будто бы можно едой, вот этой конфеткой заглушить твои эмоции, что тебе не надо их проживать, не надо на них смотреть, твои эмоции, они не важны, их можно вот залить, там как-то заполнить чем-то съестным и чаще всего сладким. Понятно, что если у нас в детстве таких много было моментов, связанных с едой, за один раз их все, ну, наверное, не поменять, не переделать. Но если мы начнём это осознавать и начнём с этим по-другому взаимодействовать, уже будет изменение. То есть я уже сказала один момент, что спрашивать себя, какая у меня сейчас эмоция, что я хочу пойти поесть, это действительно голод или это какая-то эмоция? И вместо того, чтобы поесть, сначала попить, а потом сесть и побыть с этой своей эмоцией. Может быть, я сейчас беспокоюсь, может быть, я расстроена, может быть, я чувствую свою вину, может быть, мне сейчас страшно. Может быть, ещё какая эмоция идёт? Побыть, прочувствовать эту эмоцию, дать ей проговорить её, прописать её, дать ей как-то выразиться. То есть начать менять свои привычки. Это процесс, это не одного дня дела. Но если с этим начать работать, оно будет изменение в этом плане. И тогда будет более понятно, что на самом деле я люблю и когда я на самом деле хочу есть. Я ещё раз говорю, эта тема достаточно большая, я могу очень много говорить про это. Я сейчас ещё скажу несколько убеждений и передам слово Ирине, потому что уже мы по времени, уже достаточно долго я про это всё рассказываю. То есть заставляете ли, обратите внимание, заставляете ли вы себя доедать, доедать ещё особенно за кем-то, доедать всё, что у вас на тарелке. Если это так, то тут ещё можно и важно обращать внимание, как раз есть, во-первых, без гаджетов, без книжек и даже желательно есть в одиночестве, чтобы не было вот этого внешнего шума и влияния. Это для того, чтобы поменять свои пищевые привычки, это самое лучшее такое пространство. Есть так, чтобы было приятно есть, чтобы было красиво накрыто, не только для гостей, а для себя. Готовить для себя именно то, что я хочу, потому что очень часто не происходит, происходит, вернее, такая подмена, что вот я для мужа, для детей приготовлю то, что они хотят, а я уж вместе с ними. А почему они важнее, чем вы, например? Это чаще, когда к женщинам относится. Но почему их желания, их потребности важнее, чем ваши? Это тоже тема для работы, на самом деле, с собой. То есть посмотреть вообще, какие чувства, эмоции вокруг еды, потому что у нас есть правила в отношении определенных продуктов, как я уже говорила, например, что хлеб для бедных или наоборот есть убеждение, что без хлеба это не еда. Вы, наверное, такое часто встречали, что напаишь с хлебом, без хлеба не наешься, без хлеба это не еда. Но это тоже всего лишь убеждение. Или без мяса, что это не еда. А у вас, может быть, на самом деле тело, и вам не нужно столько мяса, но если вы привыкли думать, что без мяса это не еда, вы постоянно набиваете себя мясом, и вам кажется, что без мяса вы будете голодны. Но вы знаете, что мясо... Я не говорю, что с мясом что-то не в порядке. Если вам действительно... Это то, что вам нужно, ешьте. Но вопрос в том, что очень часто мясо люди едят не потому, что оно им на самом деле нужно, потому что просто, опять же, есть такое верование, такое убеждение, что обязательно должно быть мясо на столе. Или вот то, что я должен съесть все, что мне положено. Или наоборот, да, есть еще, например, может быть убеждение, что все, что я не ем, оно все меня там делает толстым. Или толстый. Вопрос еще... Еще один момент сейчас обращу внимание, что когда вы говорите про то, то, что вы, например, беретесь за свое, там, режим питания, и вы говорите, мне надо потерять вес. Но если вы думаете в таком ключе, ваш мозг очень рациональный. Он не хочет ничего терять, ему все надо. Если вы говорите, что там, я потеряла там, да, 3 килограмма, или мне надо потерять там, да, весь, мозг скажет, я найду, да, то есть ты потеряла, я найду. Потому что, я говорю еще раз, он очень рациональный, он не любит ничего терять. Поэтому важно смотреть еще, как вы про это думаете, как вы про это говорите, в какой формулировке. Да, или похудеть, опять же, да. Похудеть от слова худо, опять же. Кто хочет, чтобы у него было худо? Ну, никто. Все хотят, чтобы у них было хорошо. А хорошо это, опять же, да, у нас очень часто. Хорошего человека должно быть много. То есть вот эти все, моменты, они вроде бы такие привычные, потому что они вокруг нас постоянно, на слуху, везде. Но они складывают наше отношение с едой, с телом, да, или еще, знаете, такое выражение давно услышала, где-то увидела, что, типа, мой вес меня защищает от, типа, от блуда, или вот от, типа, от разврата, что ли, вот что-то такое. Но это, опять же, это вопрос в том, что есть страх и искажение на сексуальности, страх показать сексуальность, быть сексуальной, да, или привлекательной, что это увидят, что это стыдно, еще что-то, да. То есть надо, на самом деле, вот с этим работать, а не защищаться от этого, да, типа, что я вот, пусть я, там, такая, да, но зато, там, пусть у меня такой лишний вес, там, пусть у меня столько, там, жира, но зато, типа, я такая, как это, чинная, благородная, правильная, там, в общем, не какая-нибудь, там, вот эта вот вертихводка худая, которая, там, поет, да, там, вертит за дому, и, там, на которую очень много обращают внимание такого сексуального. Зато меня любят как человека. Это тоже всего лишь искажение, всего лишь убеждение, с которым можно поработать и можно быть стройным, привлекательным, ну, или стройным, я имею в виду настолько, насколько тебе комфортно. Опять же, тут важно смотреть, чтобы не было сравнений себя с моделями или еще с кем-то и стремление вот к этому. А всегда вопрос в том, чтобы быть собой и быть, проживать то, что комфортно, важно мне. На этом я сегодня завершу, передам слово Ирине, она нам расскажет про продукты из сибирского здоровья, которые могут помочь в работе с с лишним весом, с едой, с отношениями с едой, в общем, со всем тем, о чем мы с вами сегодня говорили. Хорошо. Галь, попрошу вернуть на один слайд раньше. Да, вот здесь вот оставить. Я немножко теории сейчас расскажу, Лена про это рассказывала, но немножко, как бы вскользь получилось. Я хочу рассказать про пищевое поведение и про расстройство пищевого поведения, с чем это бывает связано. Про расстройство Лена тоже рассказывала, это гулюмия, анорексия, это самые яркие представители расстройств. Ну и так, пищевое поведение, вообще это общий термин, и получается, что пищевое поведение это то, как мы принимаем решение о том, что, когда и в каком количестве употреблять пищу. И у нас у каждого свое пищевое поведение, и знаете, оно иногда разнится там от времени года, я не знаю, еще от каких-то факторов. И обратили, наверное, внимание вообще, что в последние годы не только в нашей стране в мире идет неуклонный рост числа людей с ожирением. Но опять же, некоторые кушают как не в себе, но повышение веса у них не присутствует. То есть, вы знаете, когда я разбиралась с этой темой, очень достаточно сложная тема, чтобы поделить на черное и белое. То есть, вот это хорошо, вот это плохо. Вот в этой теме это точно так не прокатит. И вот про расстройство пищевого поведения, то есть это вообще-то это психические расстройства. Вот. Это нарушение пищевых привычек. Это искаженное восприятие собственного тела. Ну, чаще всего это начинает развиваться в период подросткового возраста. Да? Через это подобное состояние проходят многие люди. То есть, себя вот вспоминайте. Ну, и это не зависит от половой принадлежности и возраста. То есть, это может наступить позже уже. Ну, про малоподвижный образ жизни говорить не буду. Доступность высококалорийной пищи. Вот. Ну, согласитесь, что пришел в магазин, у нас там просто изобилие. Еще говорят, не ходи в магазин голодным. Это, кстати, очень верно, потому что, ну, тут мозг отключается, тут работает, не знаю, больше желудок, наверное, наш начинает работать. Вот. А мозг немножко в сторону улетает. Ну, либо у вас должна быть очень сильная воля. Я вот не хожу в магазин голодный, потому что у меня не сильно развита такая вот сила воли. Но еще хочу сказать, что, да, не все люди подвержены набору массы тела. Вот. И здесь есть несколько моделей пищевого поведения. То есть, их на самом деле больше, но я остановлюсь на эмоциональной и ограничительной. Ну, вот смотрите, что такое эмоциональное? Это когда, это такой триггер эмоций, когда мы начинаем заедать стрессы. Или наоборот, не заедать. То есть, вот у нас какой-то стресс и на фоне вот этого эмоционального нашего эмоционального триггера мы наоборот перестаем есть. И просто вес улетает. Все разные здесь люди. Ограничительное. Это когда у нас в голове очень много ограничений в плане. Вот это я не могу себе позволить. Лена, кстати, очень хорошо говорила. говорила про те продукты, которые, Лен, как ты про это сказала-то, которые, значит, употребляют только когда там, Лен, напомни. Есть такой термин, вообще, указочная еда. Вот. Вот. И здесь указочная еда. Все. И здесь тоже такой вот в голове у нас стоит триггер. Я расскажу, какой я обнаружила у себя недавно, неожиданный триггер для меня. Короче, прихожу в магазин, ну, печень куриную, наверное, многие же покупают, да? Печень куриная, вот сердечки куриные. И тут, смотрю, написано, сердечки утят. Вы знаете, я не смогла их купить. Или шеи утят, то есть куриные шеи, куриные сердечки, это одно. А утят, вот через это слово я не смогла перешагнуть. Я не знаю, что это, вот, но у меня в голове прямо вот стояла такая вот ограничительная, что вот это, ты нет, это дети. Ну, понятно, что куриц мы едим, и уток мы едим, и гуси едим, но утят, и гусят, я вот поняла, у меня же сейчас слезы на глазах. То есть вот почему-то эмоциональная вот такая вот и ограничительная, главное, одновременно. Я не знаю, сталкивались ли вы с этим, блин, у тебя что-то было подобное, нет? На тебя это вот так вот, или люди, может быть, так приходили, что вот это вот табу, все, это нельзя. Да, но я говорю, это опять же связано либо с каким-то, с какой-то ситуацией, с каким-то убеждением из детства, либо из генетики, и вопрос в том, что на самом деле, если, например, человека это не беспокоит, но вот что-то для него неприемлемо в еде, ну и пожалуйста, то есть, ну, не обязательно с этим работать, чтобы, если это не беспокоит. Я поняла, но я для себя, я о чем, что я для себя неожиданно вот это выявила, представляете, то есть сроду не знала, до 60 лет никогда на это, а тут увидела вот этот вот ценник, и все, и у меня нет, это я не могу себе купить, вот прямо не могу, про не хочу, там даже вопроса не было, хочу, не хочу. Такой есть момент, что, например, в Индии корова, священное животное, если у тебя есть какие-то прошлые жизни, связанные с Индией, возможно, для тебя это будет неприемлемо, но я, например, мясо давно уже не ем, там, свинину, говядину, баранину, красный, да, то есть по своему, по своему такому выбору, но опять же я говорю, что важно не то, как это принято в обществе, чтобы было, а чтобы это было именно соответственно с твоим откликом, с твоими потребностями, потому что иногда, вот я уже несколько месяцев не пью кофе, а я до этого была фанат кофе, для меня кофе это было прям... То есть это какая-то осознанность у тебя, ты сознательна? Да, я в какой-то момент просто поняла, что мне уже оно так не нужно, не заходит, невкусно, я его пью просто по привычке, я его выпиваю, и у меня наоборот состояние не лучше становится, а ну не очень становится оно у меня хорошим, а я пью по привычке, по старой памяти, что оно же, я же его так люблю, но это вот как раз про момент осознанности, потому что когда ты осознанно начинаешь за собой наблюдать, ты можешь понять, что какие-то вещи уже изжили с тебя, они уже для тебя не нужны, но опять же, я не говорю, что, например, вот мы ехали через Италию, а там в Италии очень вкусный кофе, очень, я выпила там кружечку капучино, взяла себе там стаканчик капучино, с удовольствием его выпила, и всё, но мне не надо вот это вот так постоянно, как это было раньше, на такой постоянной основе, потому что я просто слушаю, а надо ли мне это, а хочу ли я это, и я стараюсь так делать в отношении всего, и в принципе даже, помнишь, мы, по-моему, как-то с тобой об этом говорили, что даже, в принципе, можно понять, если слушать себя, какие витамины тебе нужны, потому что в какой-то момент, например, вот ты пьёшь цинк или магний, в какой-то момент ты даже про него как будто забываешь, это может быть как раз говорит о том, что у тебя уже сейчас и не нужно тебе, или вот ты его берёшь и такой, что-то не хочу, я его сегодня предпринимаю, значит, это тебе сегодня не надо, но это надо себя слушать, понимаешь, да, это навык, быть внимательным, да, это навык, ну и дальше тогда продолжим, вообще, что со всем с этим делать, конечно, мы сегодня не дадим прямо готовых рецептов, вот, я расскажу про продукты наши, которые помогают, но вы знаете, что я для себя вот поняла, что, во-первых, нужно перестать делить еду на вредную, то есть плохую и хорошую, потому что, ну это радикальное такое деление, не бывает прямо 100% плохой и 100% хорошей еды, просто, ну вот откиньте вот это вот, у себя это лишнее, оно вам, ну не принесёт никакой пользы, ну разделили вы, на плохую и хорошую, и дальше что? Съели плохую, и что теперь, повеситься? Нет. Дальше, выбирайте всё-таки любимые продукты, сейчас выбор большой, любимые продукты, здесь, конечно, да, вот допустим, вы же понимаете, да, что если ваши любимые продукты конфеты или шоколад, то вам точно чего-то не хватает в вашем организме, что организм это требует, то есть вы всё равно понимаете, вы не делите на плохую, хорошую, но понимаете, что если питаться конфетами, то это в принципе ни к чему хорошему, день, два, три конфетами, не одну конфетку там с кофе, да, а вот конфетами, покупайте продукты заранее, сейчас тоже это можно сделать, создавайте атмосферу, мне ещё, знаете, нравится, когда не просто так навалил в тарелку каши, вот, вот она так неприглядно выглядит, и ты ешь, потому что, ну, тебе нужно, нужно скушать, нужен этот завтрак, кстати, по поводу завтрака, вообще мнения одного нет, кто-то говорит, обязательно нужен завтрак, кто-то говорит, не обязательно нужен завтрак, так, кушайте на завтрак кашу, не кушайте на завтрак кашу, ну, вообще литературы на этот счёт очень много, вот, Я думаю, что вы для себя подберете свой вариант, потому что организм у всех немножко похож, но все равно он действует по-разному. То, что принимать пищу с хорошими эмоциями, это даже бесспорно, да, избавляться от чувства вины, что если я съел что-то. Вот, например, вчера я там съела 2-3 чипсины, и я посмотрела, я захотела, я съела и поняла, что такой приторный, приторно-солено-перченый вкус, и все. То есть одной штучки мне хватило, чтобы вот это вот воспоминание, что вот какая-то не такая еда, которая мне нужна, хотя я съела, да. Да, и еще, знаете, вот тоже был у нас очень, и сейчас этот проект идет, и мы опять его сделаем, проект обязательно, это настройная стройность. И вот там наш нутрициолог Елена Суханова давала очень хорошие, полезные рецепты, рекомендации. Я там что-то для себя взяла, и, вы знаете, я стала последнее время кушать только тогда, когда я действительно голодна. То есть я жду вот это чувство голода. Не потому, что я встала все, допустим, в 8 утра и в 10 мне нужно позавтракать. Нет, я не завтракаю, потому что мне не хочется. Захочется в 11, пожалуйста. То есть у меня вот, короче, попробуйте кушать только тогда, когда есть голод. Ну, для этого, конечно, нужно понимать, что голод, ну, как вам сказать, есть люди, которые забывают просто покушать, они не обращают внимания на голод. Здесь нужно обращать внимание, что вот организм требует покушать, и обязательно нужно именно вот в соответствии с голодом кушать. Ну, и я думаю, что это, конечно, для тех, кто следит за снижением веса прежде всего. Вот, потому что если человек идет на повышение веса, там другие будут рекомендации. Это то, что касается меня. Про чувство вины я уже сказала. И про наши помощники. Во-первых, это сорбенты. Я про что-то буду рассказывать подробнее, про что-то не буду, потому что, вы знаете, мы уже очень про многие продукты говорили. Про сорбенты говорили, в частности, да. Про мультивитаминные комплексы. Заменители питания. Это, опять же, помощники очень хорошие. Я про них поговорю сегодня. Функциональные напитки, адаптогены, наши фиточаи тоже очень помогают, потому что вот не перепутайте, как говорится, голод с жаждой. Да, есть такая рекомендация, если вы прямо вот чувствуете, что вроде как вы хотите кушать, ну, попейте тепленького чаечку. И потом поймете, голод это действительно был или недостаток жидкости. И есть еще у нас блокаторы глюкозы и активаторы жирового обмена. И первый продукт, про который я хочу рассказать, это вот следующий слайд. Это набор Super Slim Champion Kit. Это набор из двух продуктов. Чем мне нравится набор? Ну, здесь как раз те продукты, которые нам нужны будут вот в ходе работы с нарушениями пищевого поведения. Во-первых, очень у многих получается тяга к сладкому. Как? Почему? Можно себя заставлять, можно ограничивать, можно не покупать конфеты. Но все равно, если ты добираешься до сладкого, ты начинаешь есть много. Это можно минимизировать. Вот. Каким образом? Ну, вот в этот вот боксик у нас вошла хром-липаза, хром в бедоступной форме и L-карнитин. Про хром расскажу, про L-карнитин, да, что L-карнитин вообще отвечает за повышение общего тонуса, работоспособности и мозговой активности. Улучшает жировой обмен, помогает регулировать уровень холестерина, укрепляет сердечно-сосудистую систему. Если вы хотите на L-карнитин и снижение веса, да, про сердечно-сосудистую систему, он будет действовать и укреплять, и поддерживать, независимо, двигаетесь вы или нет. Но если все-таки хотите, чтобы улучшить, нормализовать жировой обмен, то, конечно, здесь нужна физическая активность. Это не значит, что здесь физическая активность с тяганием тяжести каких-то или еще что-то. Ну, ходьба у вас, по крайней мере, должна быть не в развалочку, а в таком вот темпе. И L-карнитин за 30-40 минут вот до такой нагрузки выпивается, он начинает действовать, и вот этот вот жир лучше утилизируется. Хром. Хром здесь в максимально доступной форме. Он как раз, вы знаете, 100%, это вот на себе проверено, 100% убирает тягу к сладкому. Получается, даже если у вас дома конфеты, булки или еще что-то, вы просто их не хотите. Спокойно, равнодушно смотрите. Это не значит, что вы уже прямо вообще не можете съесть тут же конфетку, шоколадку. Ну, иногда вот с кофе, да, я вот эту вот конфетку съедаю, опять же. Но у меня нет такого хватательного рефлекса взять еще одну, взять еще одну, взять еще одну. Очень хорошо нормализует углеводный обмен, дает возможность безболезненно уменьшить размер порции. Вот, что очень важно. Там еще в этом продукте катехина зеленого чая. Они способствуют нормализовать жировой обмен и помогают активировать как раз жиросжигание. Еще, кстати, очень хорошо выводят из организма лишнюю жидкость. Лишнюю жидкость, ну, это тоже очень важно. Цена небольшая. Это на месяц получается. Да, 220 рублей. Следующий слайд. Следующий слайд – это наши правильные коктейли. Это белковые коктейли. У нас есть здесь, получается, коктейли нескольких видов. Есть в спортивном питании коктейли. Есть ЮГОУ серия. Там несколько коктейлей. Вы знаете, главное, они все вкусные. На молоке вы их разводите. На любом, на кокосовом, на простом молоке. Потому что молоко, ну, оно немного калорий прибавляет. Есть веганские коктейли. Там белок растительный. Их, кстати, вот веганские коктейли вообще можно на воде разводить. Они очень вкусные и без этого. И вот немножко расскажу про них подробнее. То есть что вообще в одной порции. Вы знаете, когда мы еще следим за нашим поведением, и вот чувствуем следующий слайд. И вот чувствуем, что вечером нам хочется покушать. Это бывает связано с тем, не 100%, но это в основном связано с тем, что мы в течение суток не доели белка. Как его доесть вечером? Ты уже понимаешь, что ты белка не доел, допустим, ты посчитал. Ну, можно, конечно, курогрудку кушать. Можно еще что-то. Можно там творог. Кстати, творог на ночь осторожно. Потому что, например, у меня реакция, отеки идут от творога. Проще взять наш коктейль, потому что это 15 граммов белка. Сколько надо курицы съесть, чтобы получить 15 граммов белка? А здесь всего стаканчик коктейля. Минимум углеводов, минимум жира. Есть пищевые волокна, что очень важно. И вот самое главное – это 15 граммов белка. Причем белок – это мицеллярный казеин. Это медленные углеводы. Даже вот эти 2 грамма – и то медленные углеводы. Даже вот эти 0,8 граммов жира – это и то полезные жиры. Это омега-3 и 6 кислоты. Натуральный витамин С. К сожалению, скидки здесь уже прошли. До 16 июля были. Там еще очень хороши наши функциональные напитки. Они так и называются – вейт-контроль. Это напитки с хорошим количеством клетчатки. Вы знаете, они тоже примерно, если мы в вечерний прием пищи их добавляем, то они дают ощущение сытости. Что коктейли дают ощущение сытости. Что наш вейт-контроль – это вот, кстати, там 15 порций, по-моему, где-то в пределах 500 рублей. Но вообще очень недорого. И это очень-очень вкусно. И еще на одном продукте хочу остановиться. Он перекликается с хромлипазой. Но вы знаете, вот на этом продукте, глюкобокс, у него, во-первых, это три в одном. Это три эффективные формулы. Это контроль обмена веществ. Это контроль над уровнем сахара и метаболического синдрома. Это формула с хилатным хромом. Это бета-глюканая овса. Кстати, бета-глюканая овса вот еще есть в наших вот этих вот вейт-контролях напитки. Так, что еще? Это борьба с инсулино-резистентностью и активация метаболизма. Вот на глюкобоксе я себе его покупаю уже в течение, наверное, двух, нет, наверное, уже трех месяцев. Вот третий месяц пошел глюкобокс. Чем мне он нравится? Ну, вы знаете, на нем… Ну, во-первых, он более комплексный, чем вот просто хромлипаза, потому что здесь еще контроль уровня холестерина. Холестерин, ну, это такая вещь, которая, в общем, которая должна быть под контролем. И вот когда ты пьешь глюкобокс, ты просто уверен, что все у тебя там в порядке. Вот, там есть хилатный хром в сочетании с экстрактами элеутерокока, зеленого чая и мамордики. Вот, и повышается как раз активность процессов своей перевода глюкозы, жиры, помогает бороться с лишним весом. И что мне еще нравится, он дает хороший уровень энергии. То есть этот продукт, который выпивается с утра, вот 30 пакетов, по 4 капсулы, 2260 рублей. Я считаю, что это всем доступно, потому что, ну, комплексный такой продукт. Вот, и, дорогие друзья, то есть я, конечно, не все наши продукты перечислила, потому что в программах снижения и нормализации веса и контроля нашего пищевого поведения, ну, у нас там существует, наверное, может быть, 10-15 даже продуктов. Я выбрала свои самые любимые, рекомендую обратить на них внимание, это вам поможет. Потому что, вы знаете, можно, конечно, некоторые люди говорят, вот, сила воли и все в порядке, считай калории и все в порядке. Ну, во-первых, я сама через это прошла, через подсчет калорий. Поначалу ты начинаешь считать, потом вроде как входит в привычку, потом ты все это бросаешь. Здесь важна осознанность. Важна осознанность, важно понимать свое поведение, что от чего зависит. Важно понимать в какой-то момент, почему ты хочешь той или иной пищи. И вот про витаминные комплексы я здесь ничего не говорила, но, вы знаете, прямая связь между тем, чего не хватает в нашем организме, и повышением, допустим, того же аппетита. Или повышение аппетита к определенным продуктам, к соленым, к острым, к перченым и еще к каким-то, к жареным. Вот иногда прямо хочется. Или к шоколаду и так далее. И это все нивелируется приемом, грамотным приемом наших продуктов. И это нивелируется еще осознанным отношением к себе, пониманием, что, как, зачем, почему мы это делаем. Вот. Лен, ты что-то хочешь добавить? Нет, на сегодня, я думаю, что все. В следующий раз у нас будет тема... Мы на этом пищеварительную систему на сегодняшнем не закончим. В следующий раз уже на встрече мы возьмем следующую нашу систему. Это будет дыхательная система. Там тоже очень много всего интересного. Потому что я думаю, что любой человек хоть раз в жизни сталкивался с бронхитом, как минимум, да, и, может, еще с боли какими-то. И там очень тоже много разных вещей, с которыми важно поработать, осознать, чтобы дыхательная система тоже была здорова. Потому что она очень важна, как и любая другая, в принципе. Мы встречаемся, получается, у нас не на следующей неделе, через неделю все-таки, да, это в августе месяц. Наверное, мы с тобой на это отдельно поговорим. Я думаю, что это будет в августе, даже позже, потому что я в отпуске, там, две недели. Ну, все, ладно, хорошо, договоримся тогда. Это в середине августа. Дыхательная система. Хороших вам, хорошего дня. Всего доброго. До новых встреч. Если вопросы пишите мне. Да, запись делаем. Мы всегда запись делаем. Всем все прийдем. Обратные связи, диалогу, вашим вопросам. Спасибо.